Сегодня, 13 июля 2021 года, Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 51-летнего уроженца Саратовской области, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами АК, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление» и пункта В, части 2 статьи 115 Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2018 года Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода объявил мужчину в розыск по уголовному делу по обвинению его в совершении незаконного хранения оружия и боеприпасов, а также в полиганстве. Проживая в Тюмени, он, по версии следствия, совершил ряд преступлений. В период с 7 по 9 марта 2020 года на почве личных неприязненных отношений он лишил жизни ножом мужчину, который пришел к нему в гости, а труп погибшего был вывезен в лес. 10 марта 2020 года он находился в гостях у мужчины и женщины-сожителей, где распивал спиртное. В ходе конфликта он убил мужчину, а затем его сожительницу, ставшую очевидцем преступления. После этого мужчина вложил ножи погибшим в руки, инсценировав убийство сожителями друг друга. 12 марта 2020 года он был задержан полицией, а 13 марта был заключен под стражу по решению суда. Он назвался чужой фамилией. При проведении дактилоскопической экспертизы было установлено, что задержанный и находящийся в розыске одно лицо. В июле 2020 года Канавинским районным судом города Нижнего Новгорода фигурант дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов и хулиганстве был осужден к 5 годам лишения свободы. Тюменский областной суд с учетом судимости окончательно назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Продолжение следует...